Здравствуйте, с вами Артем Войтюк и это Мировые новости. В Госдуму предлагают внести законопроект о запрете на увольнение работников с ипотекой. С таким предложением выступили, конечно же, депутаты от ЛДПР. По их мнению, поправка в закон должна будет защищать ипотечников, оказавшихся в сложной экономической ситуации, от банкротства. Если закон будет принят, то уволить сотрудника с ипотекой при сокращении штата работодатель не сможет. Также невозможно будет уволить такого сотрудника и после плохой аттестации в компании. В общем, непонятно, можно ли вообще будет увольнять сотрудников с ипотекой и смогут ли они уволиться сами. Как отмечают инициаторы законопроекта, для его реализации не потребуется дополнительных средств из бюджета. Известия подсчитали, сколько важных для страны вещей можно было бы сделать на похищенные деньги. Самым крупным коррупционным делом этого года, а также беспрецедентным по своим масштабам в истории современной коррупции, по-прежнему остается дело исполняющего обязанности руководителя управления ТЭ, антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко. У него было обнаружено 7 миллионов рублей, а в его квартире 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными, что составляет около 8 миллиардов рублей. На эти деньги, как подсчитали известия, можно было бы содержать республику Калмыкия весь 2016 год или построить 10 школ на 550 мест в Москве. А вот на 2 миллиона долларов, которые, по версии следствия, потребовал бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, можно построить 95 квартир для детей-сирот. Это были мировые новости.